Осторожно, сосульки! Сегодня в Наринмаре произошло два случая падения снега с крыши на людей. Пострадал один ребенок и взрослый, им была оказана медицинская помощь. Также известны шесть случаев падения снега на автомобили, оставленные хозяевами под козырьками крыш. Как обезопасить себя в период оттепели, расскажет Ирина Нижалова. Внезапное потепление принесло первые неприятности. Снег и сосульки падают с крыш на землю. Но иногда от таких осадков страдают и люди, и автотранспорт. Проблема эта сезонная. Главное – вовремя принять меры. Для того, чтобы как-то обезопасить себя, конечно, в первую очередь рекомендуется гражданам обходить опасные места вблизи зданий, сооружений, вдоль них. Во всяком случае, смотреть наверх, если действительно есть какой-то сход или висят сосульки. Соответственно, лучше данные места либо обойти, либо, соответственно, управляющие компании, они предварительно выставляют какие-то аншлаги, заградительные ленты, через которые ни в коем случае нельзя заходить. Нужно помнить, что эти ленты служат лишь предупреждением, но не гарантируют вам безопасность. Так, например, сегодня в самом центре города, вот у этого дома по улице Ленина, ленты есть, но снег падает дальше. Он попадает на прохожих и на припаркованные автомобили. В результате падения сугроба с крыши пострадал автомобиль Рено Логан. У него разбито лобовое стекло. Что делать в такой ситуации и куда обращаться? По телефону мы узнали от автоюриста Евгения Титова. Самое главное – не перемещать автомобиль никуда, то есть оставить его на месте происшествия, позвонить в полицию по телефону 02, чтобы приехал полномочный сотрудник и составил соответствующий протокол. Потому что если машину человек убирает, до составления протокола бывают сложности с доказыванием, что именно с этого дома упал снег. После этого за возмещением ущерба, ну, как правило, ответственность несет управляющая компания. В случае, если, допустим, у человека нет полиса КАСК, по которому он мог получить страховое возмещение, то, соответственно, необходимо обращаться в суд. Чтобы потом не пришлось разбираться, кто виноват, а кто прав, юрист советует накануне посмотреть прогноз погоды на предстоящий день и в случае потепления оставлять автомобили на безопасных парковках. У нас сейчас интернет, различные ресурсы погодные позволяют мониторить, отслеживать погоду заранее. То есть, хотелось бы порекомендовать автолюбителям следить за погодой. Это достаточно несложно в наше время делать. И в моменты оттепелей не ставить машины вблизи крыш, потому что у нас есть особо урожайные дома, в частности, рыбников 6Б. Этот дом каждую весну приносит по 3-4 машины с ущербом от падения снега. И, тем не менее, люди продолжают ставить из года в год машину на это место. Но, как правило, люди разные, естественно, второй раз на такое не попадаются, но, тем не менее. То есть, опыт соседей, как правило, людей ничему не учит. Сегодняшнее потепление несколько наринмарцев запомнят надолго. От снега, упавшего с крыш, пострадали люди и автомобили. За сегодняшний день дежурную часть полиции обратила 6 граждан по факту схода снега с крыш на транспортные средства. Также было зафиксировано одно обращение от гражданина по факту схода снега с крыши на детскую коляску. Сотрудники МЧС окружной полиции и медицинские работники в один голос говорят. Граждане, будьте особенно внимательны в этот период. Не оставляйте свои автомобили вблизи жилых домов и строений, на крышах которых образовались сосульки. Обходите места их возможного падения. Сегодня были два случая, куда выезжали работники наших бригад скорой помощи для оказания помощи. Этим людям оказана помощь, сейчас они находятся на лечении. Но мы хотим вас предупредить в связи с тем, что, к сожалению, падение снега и сосулек могут привести их к более тяжелым и даже летальным исходам. Поэтому я в первую очередь обращаюсь к вам, взрослые жители. Обратите внимание на подростков, на проходящих мимо пожилых людей. Пусть подальше проходят от крыш, а заходя в подъезды зданий, смотрели, не висит ли сосулька или какая-нибудь глыба снега. Заполярная весна коварно и опасно, поэтому соблюдайте рекомендации врачей, спасателей и полиции. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал Север.